А начнём с уже принятых решений. Всё-таки они заслуживают внимания. Например, тот же новый закон по Донбассу, который должен был дать ответы на многие спорные вопросы, но по факту оставил ещё больше тёмных пятен. Чего ждать теперь жителям прифронтовых территорий? Что будет с Минскими соглашениями? И главное, как реально помогут вернуть оккупированную территорию эти новые нормы? Моя коллега Екатерина Лысенко собрала аргументы обеих сторон. И тех, кто за новый закон, и тех, кто против. С заблокированной трибуной, вырванными микрофонами и дымовыми шашками в Раде принимали закон о реинтеграции Донбасса в октябре. Тогда документ внесли как неотложно, его одобрили в первом чтении, пообещав учесть все замечания. Спустя почти четыре месяца статус неотложный сменили на рядовой и голосовать не торопились. Если во вторник утром еще была надежда принять законопроект быстро, то после обеда спешить передумали. Мы видим, что некоторые политические силы свободно затягивают процесс принятия, принимающие и голосующие одни из тех же поправок. Во-первых, заради дешевого популяризма. Я просто в центре зала сейчас хорошо вижу. Практически синхронно все начали смотреть телефон, и исход из зала начался. Поэтому было понятно, что тут происходит. Я задал вопрос, что такое? Говорит, все, прислали сообщение, можно уходить, голосование будет на четверг. В правах было довольно много, около 700. Их все оставили на голосование и проваливали. Больше всех замечаний было у Батьковщины и самопомощи. Если там не будет дата окупации, если этот законопроект не будет касаться политики о всех окупованных территориях, то очень мало, что мы это поддерживаем. Есть абсолютно коррупционная норма, что Кабинет Министров будет визначать порядок перетину товаров с территории, так называемой АТО, а с территории окупированной на территорию Украины. Абсолютно коррупционная норма. Миллиарды долларов идут никуда. Поправки рассматривали два дня, и наконец в четверг нардепов в максимальном составе пригласили в зал для голосования. Неперерывное ознакомление, нераздача текста в зале не было, но депутаты все равно решили голосовать. Из всех фракций не голосовал только оппозиционный блок. Самопомощи Батьковщина все-таки нажали кнопки захода. Некоторые нормы закона так и остались по-разному истолкованными. Парламент проголосовал за то, что президент может без угодов Верховной Рады вывезти войска на Майдан, если ему этого захочется. Я иногда не понимаю некоторые политические силы, когда они говорят, что мы не будем голосовать за закон, потому что тут кома стоит не там. Эти фракции поняли, что оппозиция до влады и оппозиция до Украины – это разные вещи. На выходе следует документу, а то, как операции больше нет. Есть меры по защите от агрессии. Россию признали агрессором. Так называемые ЛНР и ДНР будут называться теперь представителями оккупационных администраций. Границы оккупированных территорий определяет президент по представлению Минобороны. Главным органом, которому будут подчинены силы ВСУ, отныне станет объединенный оперативный штаб вооруженных сил. Впрочем, окончательный текст документа со всеми новациями депутаты не увидели и после голосования. АТО себе вычерпало. Будет называться або операция самообороны, або операция из обеспечения государственного суверенитета и восстановления территориальной ценности. Это, нехай скажут, вооруженные. Фактически позволяет восстановить торговлю с оккупированными территориями, теперь командующих объединенных сил. Потому что именно на него законом покладено порядок перетину, лінію размеживания товарами, людьми и перелик этих товаров. Что, фактически, может стать передумавой для восстановления торговли с оккупационным режимом. Закон однозначно не встановит мир. Закон однозначно не встановит возможность повернения этих территорий. Я имею на увазе переговорный процесс. Это, в соответствии, дополнительные должны быть дипломатичные шаги, что до встановления, прежде всего, мира и что до встановления и украинской там влады. А вот чего нет в новом законе, так это упоминание о Минских соглашениях. Хотя в первой версии документа о Минске говорилось. Мы голосовали против этого законопроекта через то, что он не решает главного вопроса. Это приближение мира на Донбассе, в Украине, а в таком развитии Украины. Поэтому мы это не голосуем. Мы считаем, что любой законопроект, который принимается украинским парламентом, может подтверждать международные договоренности, которые есть вокруг оружия на Донбассе. Минские соглашения – это единственная на сегодня существующая формула решения конфликта на Донбассе. Поэтому мы требуем того, чтобы в порядок денный, в Верховный Рядок, в порядок денной влады, в целом, было включено питание имплементации и полного выполнения Минских соглашений. До встречи, этого же требуют от Украины и наши международные партнеры, Соединенные Штаты Америки, Европа. Проголосовав за закон о реинтеграции, нардепы перешли к приватизации. Хотя документ висит еще с прошлого года, его приняли на удивление быстро. И у нас сейчас с вами есть просто два выбора. Або первое, мы остановим эту коррупцию и безлогие. И предприятия, которые сегодня есть сбыточными, которые сегодня есть отсталыми по технологиям, которые не генеруют никаких приватений и не создадут рабочие места, або мы их запускаем, люди получают работу, Украина отримает национальный продукт. Это все происходит конкурентно, прозоро, або все остается, как есть. Как есть, мы видим, это неэффективно. Но и этому закону в зале оппонировали. Это уникальный законопроект, с нашей точки зрения. Он абсолютно не соответствует экономическим реалиям, потому что условия, когда снесена национальная валюта, когда практически есть загроза финансовой дестабилизации, проводить приватизацию, это абсолютно чушь. По большому счету, это весь КПД нардепов. К концу пленарной недели появился намек на кадровое решение. Президент внес кандидатуру на должность главы Нацбанка. Но вопросы назначения в парламенте по привычке затягивают. Когда вызовут Гонтареву и вызовут Ли? Сегодня нардепов мало интересовало. Закрывая седьмую сессию, спикер обращался практически в пустоту. Нардепы по пятницам традиционно на работу не ходят. А придут только через две недели. И тогда формально начнут новый политический сезон.